Махамаскар! Сегодня я продемонстрирую асану, которая называется Мацьендрасана. Мацьендрасана названа так по имени одного из великих йогов, его звали Мацьендранат. И он изобрёл эту асану по имени основателя называется Мацьендрасана. Это очень отличная асана для мужчин. Но я сначала вам покажу технику, потом расскажу про её эффекты. Правая пятка упирается в муладхара чакру, то есть она упирается в промежности. Левую пятку ставим за коленом. То есть можно чуть ближе вот сюда ставить, тогда асана будет труднее, можно чуть дальше, тогда полегче делать асану. Потом я беру руку, левую руку и завожу её за талию, для того чтобы... Поддерживаю правой рукой, подтягиваю, для того чтобы коснуться, в конце концов, пупа. Вот так дотянулся до пупа. Потом беру правую руку и завожу её вот так за колено. Вот здесь вот происходит, уже начинается скрутка. Руку выправляю, беру её за большой палец и потом начинаю выкручиваться. Голову отвожу максимально и глаза тоже максимально отвожу влево. Теперь вот когда позицию я принял, 15 секунд в этой позиции нахожусь. И точно также с другой стороны. Левая нога согнута, пятка между ягодиц, правая пятка стоит у колена. Теперь правую руку завожу, дотягиваю до пупа, ввожу вот вокруг колена, выпрямляю и выкручиваюсь. Сейчас сбоку посмотрите, чтобы было понятно. Так, дотягиваюсь, выкручиваю. Дотягиваюсь, а выкручиваю. Вот это асаны. Теперь очень важно поддерживать прямоту спины, чтобы спина была прямой. Вы прямил спину, потом выкручиваешь. Далеко не у всех получится вот так сделать, как я демонстрировал. То есть, допустим, у многих вот эта вот рука, она просто не дойдёт никак, получится вот так. Тогда можно здесь взять и всё равно выкрутиться. Эту руку, если она не уйдёт вокруг талии, и до пупа не достаёт, поставьте её на пол и выкрутитесь. Также бывает легче выполнять, когда пятка рядом лежит. Чуть снижается эффект, но всё равно эффект есть. Можете положить вот рядом с ягодицей и вот так вот развернуться. Когда совсем невозможно, тогда можете экспериментировать с такими скрутками. Вот так. Вот так. И постепенно, когда мышцы будут растягиваться, тогда в какой-то момент сядете в подобающую асану. С техникой. Значит, 15 секунд одна сторона, потом повторяем в другую сторону, ещё 15 секунд — это будет один круг. Таких кругов нужно сделать четыре штуки. После асаны нужно принять шавасану. Шавасану вот так. Теперь про эффекты асаны. Асана очень-очень мощная. Она одна из великих асан. То есть довольно универсальная и мощная тем, что она воздействует на все чакры абсолютно, то есть все центры психодуховные и на всё тело, на все железы, на все органы, на руки, на ноги, на внутренние органы. Абсолютно всё становится задействовано. Её ещё называют сарварогахара. Сарварогахара значит то, что убивает все болезни, убийца всех болезней. И в основном она рекомендуется для выполнения мужчинам. Девушки могут её делать ни в коем случае не во время месячных. Вообще во время месячных асаны не допускается, выполнять во время месячных. Нужно делать танец к кошке. Девушки могут делать, но лучше пусть они её не делают. То есть эта асана больше мужская. И только если в том случае, когда есть какие-то болезни позвоночника и без этой асаны не обойтись, тогда можно выполнять. Асана действует на позвоночник. То есть у нас с возрастом позвоночник кальцинируется, то есть становится таким твёрдым, неподвижным. И как только позвоночник становится неподвижным, происходит угасание тела вообще. То есть и ум угасает, ум становится менее ясным, потому что в позвоночнике у нас сосредоточено большое количество нервной системы. И когда движения нет, движение — это жизнь. Если кровь не поступает, то происходит ухудшение работы нервной системы. В результате ты чувствуешь больше эмоциональной вялости, интеллектуальной вялости и так далее. Поэтому позвоночник нужно поддерживать. То есть чем подвижнее позвоночник, тем моложе ты будешь выглядеть и моложе будет твой биологический возраст. То есть ты будешь чувствовать себя очень-очень хорошо. И эта асана за счёт того, что она сохраняет гибкость позвоночника и обеспечивает постоянный приток жизненно важных питательных вещей, крови и так далее к позвоночнику, костному мозгу и вообще ко всем внутренним органам она помогает сохранить тебе молодость дольше гораздо. То есть эта асана главным образом воздействует на долголетие, то есть она увеличивает долголетие. Не в той степени, как сарвангасана или стойка на плечах, но тоже очень-очень сильно она увеличивает долголетие. Воздействует на все чакты, на все железы. Особенно сильно она воздействует на систему пищеварения, улучшает процесс переваривания пищи, печень становится активной, то есть больше энергии появляются, глаза становятся более ясные, кожа более чистая, всякие прыщи проходят. То есть это всё эффекты действия на мани, врача-кара. Все чакры от молотхара до сахазара включаются. Вроде бы да, достаточно. Я помню, когда я первый раз пробовал асаны делать, у меня было совершенно фантастическое ощущение. То есть я завернулся и я почувствовал какой-то жар внутри, какую-то радость внутри, и всё вообще невероятно тело реагировало. Я подумал, вау, вот это называется асана. Но, конечно, эти эффекты, они притупляются временем с практикой. То есть уже всё открыто, и у меня нет такого ощущения, что там революция какая-то случилась на третьем. Ну асана очень хорошая, я делаю её фактически регулярно от вас, то есть в основном. Для мужчин я рекомендую включить её в свой комплекс. Противопоказаний особо нет на неё, но следите за тем, что если вдруг есть какие-то патологии спины, грыжи, смещения или ещё что-то, можно проконсультироваться с врачом и потом делать. А так она лечит позвоночник, если что-то там где-то смещается. У меня было несколько раз в жизни, когда я заскочил из шавасаны быстро или во время мужского танца повредил себе позвоночник, сместил его. И вот лекарство — это мать-сендрасана. То есть когда доктора рядом нет, он тебя лечит, тебе помогает восстановить и вставить позвоночник на место. Вот это мать-сендрасана. Но помните о том, что спину нужно держать прямо. Спину не нужно горбиться, не нужно кривиться, спину держите прямо. Если даже ваш поворот, он не такой могучий, но с прямой спиной эта асана будет очень хорошей терапевтической асаной. Если вы сгорбитесь, то вы можете даже себя помнить. Ну вот и всё. И ещё один момент — это про пятку. То есть для девушек категорически на пятке не сидеть. То есть в этом случае они кладут пятку рядом с ягодицей, ну так, чтобы ягодицы не кренились вот так, относительно полу, то есть они были параллельно полу. Иначе когда будет искривление, в позвоночнике нехорошо. И тоже для тех, кто равновесие не может поймать, можете сначала так делать. Вот два варианта. Один вот так — это мощный мужской вариант. И помните глаза тоже отходить максимально. Иначе. Хорошо. 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 КОНЕЦ Продолжение следует...